Друзья, Виктор расскажет нам возмутительную историю, как его обижали евреи в Индии. Евреи в Индии меня ужасно обижали. Праздник есть такой Йом-Кипур, во время которого нельзя как бы пост, по-русски говоря. Кушать нельзя, и нельзя пользоваться транспортом, а жил я там в гостинице, причем такой индусской гостинице, не иностранной, потому что я был индусом там, я же был как работник на индусскую компанию, мне там 70 человек подчинялось в этой самой Индусе, и они меня очень хорошо как раз принимали. То есть как своего? Я и был свой, да, очень хорошо меня принимали, особенно когда сахиб, начальник и все такое, это все было очень хорошо. А это был день на уикенд, поэтому я как бы был никто, и они мной не занимались. И я пошел в эту самую синагогу, которая построена еще там в 19 веке англичанами, между прочим. Так синагога построена была для белых евреев, если англичанами? Ну, наверное, для белых, да, какие там еще могли бы быть, других как бы никаких, в то время еще и не было. Ну, может быть, со времен Авраама кто-то приходил. Со времен Авраама, может быть, кто-нибудь приходил, не знаю, на этот вопрос я не могу ответить, потому что меня там в этот момент не было. Да, ну, может, из наших зрителей был, он подскажет. Вот, если кто был. А было это дело в городе Пуни, это 140 километров от славного города Бомбей, ныне называемый Мумбай. Да. Вот, и поскольку ездить не положено, иду я пешком, там такие районы довольно трущобные по дороге оказались. Это сколько расстояние? Расстояние 6 километров мне нужно было пройти. А, ну, немного. Ну, да, 100 градусов рожей? Так. Стопроцентная влажность. Ты идешь, из тебя прямо льется градом. А дорога приличная или? Дорога обычная, да. Там дорога и вообще в Индии немножко по-другому устроена. У них асфальт только в середине. Так. А по краям дороги, как бы, ну, просто как бы, мать сыра земля. Но не то, что какашки там коровьи? Ну, там собачки, коровьи нет. Там коровы, они ценные животные, они их отдельно там как бы держат. Не испражняются? Нет, 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 они их там в отдельных местах держат. А вот всяких бездомных собак, там несметное количество в этом городе Пуни. Не кусачие? Ни разу не кусачие, но писучие. Так. Ну, хорошо. Идешь ты по городу Пуни. Иду я по этому городу. Вижу такие очень нетуристические места, ну, совершенно нетуристические. Потому что нормальные люди не ходят. Я просто карту там распечатал и по бумажке иду по этой карте, куда мне надо прийти. Можно сказать, опрометчиво, может быть. Опрометчиво иду, потому что я сам не знаю, куда я иду. И дошел я, в общем, в конечном счете, там, направо-налево по-английски говорят, но я никого не спрашиваю. Ты как у Галича в песне, где тут братцы синагога, расскажите, как пройти. Вот, я это, конечно, не спрашиваю, иду по карте и дошел я до этого дела. А тогда, если еще кто-нибудь помнит, в городе Бомбей есть такая гостиница, называется Тадж-Махал. Это вот та самая? И там был террористический акт этой самой гостиницы. В то время? Поэтому это было за несколько лет до этого, но они как-то сильно запомнили вот это безобразие все. Поэтому вообще... И подумали, что это типа террорист. Когда я подошел к этому делу, там у них такая вот как бы ограда. Да. Ворота. С одной стороны ворот стоит охранник. Синагога. На синагогу. Ворота как бы на... Как это сказать? На территорию. Это здание в глубине. Да. Вот. С одной стороны там стоит просто охранник, а с другой стороны это уже напоминающий бункер, потому что там навалены мешки, то ли с песком, то ли с цементом. И внутри уже там автоматчик какой-то стоит. Там, в общем, если серьезное нападение, то они готовы его отразить. На синагогу? Ну да. Да. И подъезжают всякие машины. Так. И подходят всякие люди. Так. Можно обаяние? Обойдите. Обойдите. У нас тут про Индию рассказ. Да. И они останавливаются. Кто-то выходят. Такие все нарядные. Так. Индусы такие выходят. По виду, во всяком случае, совершенно нормальные. Не белые? Не, не белые. Нормальные. Точка во лбу есть? Хорошие индусы. У кого там есть, у кого там нет. Я их так уж очень не рассматриваю. Так. Ну, я как бы своей это самое прихожу. Весь в белых одеждах, как положено. Так. Смотрим на дорогу. Тут как бы на нас не обидели нас. Так чего? Прихожу туда. А ты в белых одеждах? Я вот весь в белых одеждах. Они тоже в белых одеждах, да. У меня белая рубашка такие, белые такие штанишки. Я извеюсь, вот эти индусы, которые в синагогу шли, они были чем-то похожи на евреев? Они, внешне по их чертам, я бы не сказал, что они похожи, но по одежде можно, наверное, как-то вычислить, потому что они все были тоже в белом. Так. Потому что на емкий пур положено быть в белом. А, не то что индусы в этот день были все в белом. Индусы, обычные индусы не были ни в каком не в белом. Те, которые приезжали, они все были в белом. Понял, понял. Вот, поэтому можно было догадаться у кого-то. Талост там был или какие-то другие там. Причиндалы. Причиндалы, да. Женщины такие нарядные были все в украшениях. То есть видно, что люди пришли не просто так, а на что-то торжественное какое-то мероприятие. Да. Ну вот, я подхожу к этому самому. Меня, естественно, охрана тут же останавливает. Но я и не пытаюсь как бы там вломиться. И говорю, что я, мол, пришел к ним, значит, на емкий фур. А я заметил как раз, когда я подходил, я смотрю, они там никаких ни карточек, ни билетов, ничего не предъявляют, не показывают. Вот в Америке там обычно надо покупать там какой-то билет. Пинагогу. Ну, если ты идешь на праздники, да, можно какой-то донейшн давать. Но она же как бы не резиновая. Ну да. То есть если у тебя вдруг появляется там 2000 человек, то тебе нужно как-то контролировать ситуацию. Ну да. Вот. 2000 человек, это я так измеряю по масштабам Сан-АЗС, скажем, в среднем. Ну окей. Я подошел и говорю, что я вот хочу прийти на службу, помолиться как бы с вами, ребята. Да. Они говорят, ну мы ты как бы, мы тебя как бы не знаем, но мы не знаем, что здесь с тобой делать. Позвали какого-то там, который этот самый. Равин, может быть? Ну какие-то там люди как бы администрация всегда в каждой организации, в церкви, там синагоги, все. У них же есть какие-то люди, которые отвечают за членство или за проведение мероприятий. Да. Какой-то есть там у них директор, президент, там какие-то член совета, там. Да. У них же есть совет директоров у них у всех. Я точно не знаю, просто я к чему это говорю, что я точно не знаю, кто ко мне вышел. Так. Вышел какой-то человек. Так. Посмотрел на меня, я ему говорю, что я пришел к вам помолиться. Да. Он на меня так внимательно посмотрел и выдал такую замечательную фразу, ты говоришь на еврея не похожи. Так. Ну ты и вы в английском языке это одно и то же, поэтому, может быть, более правильно перевести, что вы как бы не похожи. И даже при... Я ему говорю, да ты что, мужик, мол. Да, и даже, я извиняюсь, предъявить ему невозможно, потому что там столько мусульман. Предъявить ему ничего, доказывать я ничего не могу, я же не член там. Нет, нет, я имею в виду показать, что вот там. Показать я ничего тоже не могу, да. Так, так. Показать, предъявить, доказывать совершенно невозможно. Единственное, что я мог бы ему теоретически показать, что если я член этой организации, это же как бы частное владение все-таки. А в Америке пустили бы? Меня пускали много раз в самые разные места. Один раз я застрял с этим делом, когда я был в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Там не пускали не потому, что они сказали, что я на еврей не похож, а там они не пускали. Там же тоже был этот комьюнити-центр. Да. Но это было много-много лет до этого, там где-то 20 уже, наверное, с тех пор прошло. О-о, пошел вон. Так. И... Но они как-то это запомнили. Там была охрана, они начали мне задавать вопросы. Зачем вы пришли? А что тебе, мол, надо? Я говорю, что я пришел помолиться. Это было не на емкий пор, а на обычную субботу. На самом деле я пришел не сколько помолиться, сколько посмотреть там знаменитые синагога там построенные. Это хорошо, ты еще не видеоблогер. Много-много сотен лет назад. А то, знаешь, подойдешь синагоге и говорят, знаем тебя. Говорят, ты тут только снимать будешь. Ну, вот они... Я им про это не стал говорить. Да, да. Я говорю, что я пришел, мол, помолиться. Ну, как можно не пустить человека помолиться? Да. Это же как бы святое дело. Они говорят, а кто... Откуда ты приехал? Кто твой раввин? Кто-то то, что... Я им говорю, что вы дурацкий, мол, вопросы задаете? Да. Все равно вы моего раввина не знаете, я могу все что угодно. А на каком языке вы с ними? В Аргентине очень много говорят по-русски, как выяснилось. В синагоге? С этими я говорил по-английски. Да, окей. Ну, вообще, в Аргентине выяснилось, что... Даже в нашей гостинице были люди, какая-то была там менеджер, которая говорила по-английски в магазине, там говорили. Мы почти всюду находили кого-то, кто говорил по-русски. Это было очень даже замечательно. Ну, а остальное по-английски. Между русским и английским можно в любой стране мира справиться. Ну, да. Да и разница-то небольшая. Ну, тоже правда. Так чего? Ну, вот, мы долго с ними это самое. А тут моя женщина еще очень удачную фразу бросила. Так. Он ее, мол, спрашивает, чего и зачем. Она говорит, да мы просто пришли как-то посмотреть. Да. Но это им очень не понравилось. Чего это, мол, пришли? Я им говорю, что я там... Ну, на службу, куда бы ты ни пришел, это все понимают, что это дело как бы святое. А если я пришел посмотреть, так иди смотри. Да. Значит, иди в музей какой-нибудь смотри. Да. Ну, так это все. И, ну, вообще, в конечном счете нас пустили. И, что самое интересное, что мы там провели так больше часа. Там огромная синагога, очень красивая, интересная. Мы там где-то сзади сели и посидели. Да. Вот. Так что нас пускали. А в Америке вообще с этим делом своеобразно. Так. Оно немножко меняется в последнее время. Вообще, чтобы попасть, нужно иметь билет. А за билет надо платить. И когда вот один раз я ехал в Нью-Йорк, там куда-то, чтобы попасть, люди, у которых я останавливался, они... Им пришлось на всех, на всю семью, и включая меня, как бы я там не совсем семья, но все равно, как бы включился в это дело, им они купили билеты, чтобы мы вот на эти, на это дело попали. Да. Это как в цирк, получается. А такие вот, как, например, хасиды, к ним просто приходили и... А вы в какую? С билетами? Ну мы в самый раз, с билетами мы ходили в консервативную все равно. Ага. Там консервативно, там заплатил, помолился. Вот Бет Дэвид, например, он перестал брать деньги за членство даже, за все перестали. Ага. На емкий пур приходят почти все, кто как бы зарегистрирован. А на обычную службу приходят... С тех пор... Народ раз там, когда вздумается. Я хочу сказать, что с тех пор не затаилось ли у тебя тяжелого, такого недоброго чувства в отношении вот индусских евреев? В отношении индусских евреев я понял, что они вписываются в их. Вот. А тебе надо было точку на лбу нарисовать? Вот тогда бы... Да вот я не знаю, что мне нужно было нарисовать, но вот они меня не захотели и обидели. И так и не пустили. Да. И после этого... И ты в белых... Я понял, что обратно, что раз у меня уже меня не пустили, и так они меня обидели и нарушили все это дело. Да. То я нанял рикшу и домой уже обратно по 100 градусной жаре поехал на рикшу. Ну, главное... Чтобы не ходить пешком. Главное, чтобы не самому, да, в праздник. Ну, чтобы кто-то другой там крутил и вернул. И ехал. Вот. Ну, на рикшу нормально получилось? Ну, на рикше это все было за несколько минут, конечно, мы доехали. Пешком-то идти, это сильно вломок. В общем, вот так, друзья, хочу сказать, не знаю, где найдешь, где потеряешь. Вот. Так с нами обращаются в городе Пуни. Да. aufen, дешевыми пер вспом Nitwriter, ètresми да он мистер. У б légers получил. Неу-темь нафиг. все是我 в 1-800 утра.